Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Молчание тренера». Статья написана в понедельник, 15 июля 2024 года. И так начинаю. А начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Беру ученики футболистов и тренеров в формате онлайн обучения. Также буду признателен, если станете спонсором канала или просто поддержите канал в меру своих возможностей. Кнопка спонсорства или номера карточек под каждым видео. А теперь по теме. Сразу хочу сказать, что на днях выскажусь по поводу финала чемпионата Европы и вообще самого этого турнира. Есть кое-какие мысли, я все-таки посмотрел финал, несмотря ни на что. Так что выскажусь по поводу этого турнира и по поводу качества игры. Ну а сейчас вернусь к теме. Итак, статья называется «Молчание тренера». Ребята, вы смотрели фильм «Молчание ягнят». От этого фильма веет ужасом, подобным тому, когда мы моделируем ситуацию молчания тренера у бровки на протяжении 90 минут. Правда, жуткая картина. Игроки ведут игру, периодически посматривая на тренера, ожидая от него либо указаний с помощью крика, либо многоэтажных матов с помощью того же крика. Иногда тренерские упреки обходятся без матов. На тренера периодически оборачиваются, а он молчит. Все предыдущие матчи он кричал, матюкался, а сегодня молчит. Это явно не к добру. Видимо, после матча будет стружку снимать. Это как же нужно разгневаться, чтобы даже слов не найти. Что-то мне страшно выходить с поля. Так может подумать любой футболист. Такой шок, возникающий у футболистов, вполне возможен, но только тогда, когда они не в курсе, почему молчит тренер. Если же тренер еще до игры скажет, что будет молчать, то такое его поведение хоть и будет непривычным и дискомфортным, но зато понятным и не вызывающим паники. Дискомфорт будет заключаться в том, что футболист подсознательно всегда ожидает подсказки от тренера в сложной ситуации. А когда нужно ориентироваться только на свой ум, на свое понимание игры, то это вызывает напряженность, скованность и нервозность, что будет вызывать неизбежные ошибки. Может быть тренерам нужно не молчать, а постоянно руководить игрой в режиме крика и повышенного тона? Тогда вопрос. А как ты, мил человек, научишь футболиста мыслить на поле самостоятельно? Как ты его научишь понимать игру? Как ты сформируешь у игрока инстинкт быстрого принятия решений без оглядки на тренера? Как? Есть другие способы? Есть другие методы? Очень сомневаюсь. Не знаю, какие чувства у вас, ребята, вызвали мои мысли насчет молчания тренера у бровки, но я твердо знаю, что молчание тренера – это безальтернативный путь реального и серьезного подъема игровых кондиций, как отдельных игроков, так и команды в целом. Если вы будете честны сами перед собой, то не можете не признать, что все или почти все предстартовые указания тренера на игру растворяются в игровых реалиях матча сразу после стартового свиска судей. Знаете почему? Потому что реального уровня и игровых кондиций игроков не хватает для того, чтобы нивелировать специфику игры конкретной команды соперницы и воплощать на футбольном поле тренерские указания на данную игру. Что происходит на самом деле? А на самом деле происходит то, что команда, столкнувшись с неожиданностями на поле, связанными со специфичностью игры соперника, все свои силы тратит на то, чтобы приспособиться к игре оппонента, вместо того, чтобы с первых минут навязать ему свою игру. Процесс приспособляемости к игре соперника вызывает хаос. Иногда этот хаос перечеркивает все планы тренера, а иногда лишь вносит частичный диссонанс в игру. Я вас сейчас удивлю, но уверен в том, что команде высокого класса тренер во время игры вообще не нужен. Функция тренера заменить вовремя нужного игрока, если он еще не совсем восстановился после травмы, или заменить игрока из-за получения им травмы на поле на такого игрока, который бы не ухудшил игру, а возможно даже улучшил. Больше никакой нужды в тренере во время игры нет. Нет. Если игроки твоей команды хорошо читают и понимают игру, то им не нужно указывать на необходимость перевода игры на противоположный фланг. Нет причин орать сбровки о том, что дать сопернику пространство для атаки и получить таким образом шанс на быструю контратаку. Умному футболисту не нужно рассказывать о гидропринципе, о том, что партнер с мячом должен быть обеспечен кровь из носа как минимум двумя предложениями партнера в свободных зонах, или рывками для получения мяча в разрез, или проникающими передачами. Грамотным футболистам не нужно рассказывать о необходимости обстрела ворот соперника с разных дистанций и синхронными при этом набеганиями с целью добить мяч. Только молчание тренера позволит настроить мозги футболиста на постоянный самоконтроль в плане полезности команде в любой момент и в любой точке футбольного поля. Знаю, что 99,999% тренеров со мной не согласятся, то есть практически все. Но я твердо уверен в том, что молчание тренера в течение 90 минут игры – это высший пилотаж, мастерство наивысшего уровня футбольного тренера. Эта мысль настолько важна, что я ее еще раз повторю. Молчание тренера в течение 90 минут игры – это высший пилотаж футбольного тренерского мастерства. Еще раз, это высший пилотаж футбольного тренерского мастерства. Подведем небольшие итоги. Молчание тренера во время игры – это первое. Повышение ответственности игрока за результат матча. Молчание исключает долю тренера в ответственности за данную игру. Только игроки несут полную ответственность и уже не могут сказать, что тренер там подсказал не так, а там подсказал не тому или выбил из колеи своими криками правого вингера. Второе. Возможность и необходимость углублять понимание игры каждым игроком команды. Третье. Повышение доверия друг к другу, так как любая антипатия или холодность в отношениях неизбежно повлияет на результат игры. Четвертое. Повышение роли капитана команды, который неформально, а реально должен руководить игрой, вплоть до изменения тактических инструментов с целью достижения стратегических установок тренера. Пятое. Высвобождение времени и внимания тренера для наблюдения за командой во время игры, без отрыва для выкрикивания указаний, для проявления эмоций, для постоянного руководства игрой. Именно в таком формате тренер может непредвзято и максимально объективно посмотреть на игру воспитанников и увидеть то, что нельзя увидеть во время перманентного ора с бровки, бесконечных указаний, криков, пиханий игрокам и так далее. Молчание и убровки тренера возможно только тогда, когда тренер после каждой игры проводит подробнейший анализ действий команды в целом и отдельных игроков в частности. Редактируя видео игры, когда результатом такого анализа будет корректировка планирования последующих тренировок и контроль домашних заданий воспитанникам, без которых индивидуальный рост футболистов невозможен. Знаю, что говорю, все это для одного, максимум двух тренеров. Но для меня в этом никакой трагедии нет, так как я понимаю, на каком этапе развития находится современный футбол. У меня все, пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, впереди вас ждет много интересного и неожиданного.